Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Вы очень часто пишите мне в личку и в комментариях благодарности о том, как вам помогли мои советы в избавлениях от боли, в пояснице, связанных с межпозвоночными грыжами и прокрузиями, а также со спазмами мышц, которые давят на нерв, вызывая тем самым боль. Хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои книги, отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия «Фак фитнес». Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором, если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться, чтобы не навредить себе, и самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье, качество своего тела. И не важно, чем именно у вас вызвана боль, уже огромное количество людей, опробовав ту гимнастику, те упражнения эксцензии, гиперэксцензии, которые я рекомендую, получили избавление от боли, вернулись к нормальной жизни. Многие вернулись к серьезным пленировкам в тренажерном зале. Приседают, тянут и не испытывают никаких проблем и дискомфорта. Вы тоже, если получили полезный опыт, помимо комментариев, снимите видеоролик, как это делают некоторые люди. Сегодня вы увидите подобный ролик. И я выложу его у себя на канале. Пусть еще больше людей получают полезные советы и рекомендации. Избавляются от болей, возвращаются к нормальной полноценной жизни и к тренировкам. Ведь что может быть лучше, чем жить, тренироваться без боли? Добрый день, друзья! Я сегодня хочу рассказать с собой опыт лечения грыжи. Я занималась профессиональным волейболом. С детства в спортивной секции, потом в институте, потом в организации. В 2016 году я участвовала в четырех спартакиадах, что и послужило причиной возникновения моей грыжи. Я так считаю, были усилены подготовки. Плюс я дополнительно занималась в тренажерном зале несколько раз в неделю. В результате чего я не могла наклоняться, а ходить было очень тяжело. Спину тянут. Мне сняли обострение медикаментозное. Делали капельницы. Через полгода мое обострение повторяло. Параллельно я искала информацию в интернете. И случайно наткнулась на видео Егора. Стала изучать эту информацию, читать его статьи и применять на практике. В результате усиленных занятий потихонечку моя спина стала восстанавливаться. Но мне приходилось заниматься не просто один раз в неделю, а утром, в обед, вечером. Я занималась через боль. Аж до сих пор. И хочу сказать большое спасибо Егору за то, что он делает для людей. Безвозмездно, искренне работает. И желает всем людям здоровья и добра. Спасибо тебе, Егор, большое. И хочу показать по просьбе Егора, как проходят мои тренировки. Я занимаюсь два раза в неделю в здании, где работаю во время обеденного перерыва. И один раз на выходных, в субботу или в воскресенье. Кроме того, один раз я посещаю бассейн. Но я себя в бассейне не перегружаю. Стараюсь побольше релаксировать и плавать на спине, чтобы мышцы спины расслаблялись. По прошествии полутора лет после обострения грыжи я вернулась в спорт. Участвовала в двух спартакиадах в этом году, в 2018. В мае и в сентябре. Чувствую себя хорошо. Рекомендую всем, кто слушает, читает статьи Егора. Не лениться. Волшебной пилюли от грыжи нет. Не лениться. Занимайтесь, укрепляйте спину. И дай Бог вам всем здоровья. Кроме того, последние 2-3 месяца мне предложили попробовать чудесное средство. Называется биогенная вода. Гидроплазма. На ютубе очень много информации. разработка казахского профессора Инюшина. Для спортсменов, кто ведет активный образ жизни и имеет какие-то небольшие проблемы или даже большие проблемы со здоровьем, эта вода будет кстати. Я ее принимаю и рекомендую. Ощущения мои касательно спины, грыжи стали менее ощутимы с ее использованием. Поэтому я рекомендую как Егору поискать информацию и способ приобретения этой воды, так и всем слушателям желаю здоровья и добра. Меня зовут Южакова Лариса. Я живу в городе Тюмени. Если у кого-то возникают вопросы, пишите мне в личные сообщения. Буду рада всем ответить. Всего доброго! Здоровья всем! У меня так же, как у Егора, есть красивый котик. Сейчас я выполняю статические упражнения с утяжелителями. То, что показывал Егор, он делает без утяжелителей. На первых порах я сначала занималась так, как показывал Егор, но по прошествии времени я стала загружать спину и брать по килограмму в одну руку и по килограмму на одну ногу. После того, как я закачала спину, я делаю растягивающие упражнения. Кошечка, спина вверх, спина вниз. Затем меняю руку и ногу. Также делаю статические упражнения. И после этого скручивание и раскручивание руки и ноги, что закачивает спину и затем растягивает. После опять я делаю упражнение кошечка. Также я выполняю упражнения, как рекомендовал Егор из йоги. Некоторые упражнения. Вот то, что вы сейчас видите, это собака мордой вниз и следующая собака мордой вверх, что тут тоже очень полезно для спины. Далее следует расслабление поясницы в различных вариациях, что вы сейчас увидите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Делаю приседания с небольшими утяжелителями. Подкачиваю пресс, что тоже очень важно при восстановлении спины, чтобы были укреплены как мышцы спины, так и мышцы пресса. И вот сейчас следует упражнение на расслабление и растягивание поясницы после того, как выполнены были упражнения на закачивание мышцы спины. Музыка. 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 Вот это упражнение сейчас, которое я показывала, очень сложное. Его необходимо выполнять уже, когда спина укреплена, и вы уверены в том, что сможете делать это упражнение. Но ощущения после него очень приятные. Чувствуется сила и уверенность в позвоночнике и в пояснице. В начале и в конце занятия я выполняю упражнение на экстензию поясницы с утяжелителем в 5 кг. Десять раз я выполняю. Затем выполняю еще десять раз, делаю скручивание и распрямление. К сожалению, обратной экстензии в нашем зале нет, поэтому пользуюсь тем, что есть. Еще хочу дополнить все упражнения, которые я выполняю с утяжелителями, я начала делать только после того, как почувствовала силу и уверенность в своей спине. Когда чувствуется боль, лучше делать упражнения без утяжелителей. Сейчас я остаюсь в фиксированном положении, чтобы почувствовать, прочувствовать, как закачиваются мышцы после этого упражнения. А сейчас вы видите, как я после экстензии растягиваю спину. Сначала прямо растягиваю, потом в стороны вправо, влево. А это занимается мой коллега, мужчина, который жаловался на боли в пояснице по этой же методике. Я с вами прощаюсь. Всем добра и здоровья. Партнер сегодняшнего выпуска Animal North Drop. Друзья, это гармошка высокой степени очистки. А вы знаете, что чем выше очистка, тем меньше привыкания, тем меньше вырабатывается антител, тем дольше вы можете с пользой принимать данный препарат. Почему не спонсор, почему партнер? Я не получаю деньги от Animal. Я получаю продукцию и сам ее использую. Вы знаете, что у меня проблемы и с грыжами, и протрузии, но самые большие проблемы это плечевые суставы. Мне очень хорошо помогает. И вы знаете, я не стану рисковать своей репутацией, советовать вам что-либо, что не принимаю, не использую сам. Попробуйте и вы, тем более, что у вас все это разрешено. Еще, друзья, мне очень много пишут, как принимать ААС. Расписывают курсы, просят советов. Но так как вы знаете, что на YouTube я этого делать не могу, потому что канал заблокируют, у меня к вам предложение. Давайте будем раз в неделю встречаться у меня в Instagram. И там я вам буду рассказывать в прямом эфире, говорить, как, кто принимает какие препараты. И буду делиться тем, как и что принимаю я сам. Такая информация очень ценная. Она будет абсолютно бесплатна для вас. Единственное, это все будет именно для ознакомления. Тем более, вы знаете, что мой канал для натурального тренинга. Я буквально недавно сам перешел на темную сторону. Я Animal North Drop. Настоятельно рекомендую. Все ссылки на сайт и другие источники будут в описании к данному ролику. И не забудьте, по промокоду HEAVYMETAL вы получите 10% скидки. Оставайтесь всегда здоровыми и продлевайте здоровье своих суставов. Огромное спасибо, друзья, всем, кто пишет благодарности, комментарии, или в личку мне присылает сообщения. И огромнейший респект таким людям, которые снимают подобные ролики. Надеюсь, вам тоже было интересно, а самое главное, полезно. Скоро, кстати, выйдет моя третья книга, которая будет как раз-таки из серии тоже факт фитнес. Посвящена проблемам межпозвонковых крыш, протрузий, болей и всем тем, что с этим связано. Удачи всем, друзья. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры создавал DimaTorzok